Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим основы теории тестоделительных машин. Теория содержит научное описание процессов, происходящих в рабочей камере тестоделительных машин. Она позволяет установить закономерности процессов и рассчитать их рациональные параметры по отдельным операциям. Последние обуславливаются свойствами рабочего тела, то есть теста. Теория позволяет оценить влияние параметров рабочей камеры и конструктивных её элементов на качество работы, точность отмеривания тестовых заготовок, свойства теста после проработки в делителе, удельное потребление энергии, надёжность и долговечность работы тестоделительных машин. Иными словами, теория даёт возможность определить рациональные параметры рабочей камеры, рассчитать машину и оценить степень совершенства её работы. Для анализа рабочих процессов и установления математических зависимостей введём специальные обозначения и дадим определение вводимых понятий. Рабочая камера представляет собой ёмкость, в которой совершаются процессы и операции, связанные с разделением теста на заготовки, одинаковой массы и формы. Приёмная часть тестовой камеры, приёмная воронка, к рабочей камере не относится, поскольку в ней не совершаются операции, непосредственно связанные с делением теста. И ёмкость её строго не ограничена. Объём рабочей камеры обозначается через V0. Камера сжатия – это часть рабочей камеры, которую занимает тесто при сжатии и его дорабочего давления. Объём камеры сжатия обозначается через V1. Объём стабилизации давления – V2 – определяет объём теста, который может воспринять стабилизатор давления. Чем больше V2, тем лучше работает тесто-делительная машина и меньше величина максимального отклонения массы заготовок от нормы. Буферный объём – определяет часть рабочей камеры, в которой остаётся тесто после завершения рабочего цикла. С увеличением буферного объёма V3 повышается механическая проработка теста и обеспечивается точность дозирования. Чрезмерное увеличение буферного объёма приводит к увеличению потребления энергии и ухудшению свойств теста. Мерная камера – это ёмкость, предназначенная для отмеривания массы кусков теста и выдачи их в виде отдельных заготовок. Суммарный объём мерных камер V4 не входит в объём рабочей камеры, поскольку они соединяются с рабочей камерой только на время заполнения тестом, а затем отсоединяются и в них, и в рабочей камере совершаются различные процессы. Тесто, необходимое для заполнения мерных камер, сначала сжимается и стабилизируется до определённого давления в рабочей камере. Затем при соединении её с мерными камерами происходит перемещение теста в мерные камеры. Поэтому при анализе рабочего процесса будем рассматривать состояние, при котором мерный объём теста ещё находится в рабочей камере. Часть теста из рабочей камеры может возвращаться в приёмную воронку. Если такой возврат происходит в середине рабочего цикла с целью стабилизации давления в рабочей камере, то такой возврат является рациональным. Если возврат теста совершается в конце цикла, то это свидетельствует о нерациональном конструктивном его осуществлении. Объём теста, возвращаемого из рабочей камеры в приёмную воронку, обозначается V5. Его увеличение приводит к нерациональному повышению нагрузки на машину, переуплотнению, ослаблению структуры тестовых заготовок. Для характеристики рабочего процесса тестоделительной машины введём следующее обозначение. P0. Начальное давление теста, создаваемое в рабочей камере, в момент её закрытия, перед началом сжатия. P1. Рабочее давление в камере сжатия соответствует максимальному значению давления при сжатии теста. P4. Давление теста в размерной камере в момент её отсоединения от камеры сжатия. Чем совершеннее конструкция делителя и его рабочий процесс, тем меньше в нём разница между P1 и P4. К1. Коэффициент уплотнения теста при сжатии его до рабочего давления. Определяется по формуле, которую вы видите на экране. Значения начального и рабочего удельных объёмов, V0 и V1, определяются в зависимости от рабочего давления по диаграмме, представленной на экране. К2. Коэффициент стабилизации давления показывает, какую часть рабочей камеры занимает объём, воспринятый стабилизатором давления. К2. Кратность стабилизации определяет, сколько мерных объёмов составляет объём стабилизации давления. Может рассчитываться по двум разным формулам. Обе они представлены на экране. К3. Коэффициент буферного объёма показывает, какую часть рабочей камеры составляет буферный объём. К3. Кратность буферного объёма показывает, сколько объёмов мерных камер занимает буферный объём. Может рассчитываться по двум разным формулам. Обе они представлены на экране. К4. Коэффициент обжатия теста в рабочей камере. К4. Кратность обжатия показывает, сколько раз масса заготовки подвергается обжатию за время прохождения по рабочей камере. К5. Коэффициент возврата теста из рабочей камеры в приёмную воронку. К5. Кратность возврата теста в приёмную воронку. К5. 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 К4. Кратность возврата теста равна отношению коэффициента возврата к коэффициенту обжатия теста. Как следует из приведённых основных схем тестоделительных машин, их характерные объёмы объединяются следующей зависимостью. А именно, объём В1 равен сумме объёмов от В2 до В5. Разделив правую и левую часть уравнения на В нулевое и произведя подстановки, получим, что коэффициент К1 является суммой всех коэффициентов от К2 до К5. Рассмотрим энергетическую оценку рабочего процесса тестоделительной машины. Для установления влияния конструкции тестоделительной машины на рабочий процесс и анализа энергетических затрат на него Представим баланс работы в джоулей за один цикл в виде формулы, которая представляет собой сумму всех работ, совершаемых в тестоделителе. Их всего 7. То есть А общая равна сумме работ от А1 до А7. Далее рассмотрим каждую из них. Работа расходуемая на сжатие теста в рабочей камере от П0 до П1. Это работа А1. Произведя подстановку В1 из предыдущего уравнения, получим другую формулу для определения работы А1. Если рабочий процесс тестоделительной машины в силу конструктивных ее особенностей построен так, что до начала сжатия в рабочей камере происходит возвращение теста в приемную воронку, то работу расходуемую на сжатие теста следует рассчитывать по уравнению, которое вы видите на экране. Уравнения, которые вы видите на экране, выражают важную зависимость. Работа расходуемая в делителе на сжатие теста прямо пропорциональна среднему давлению в рабочей камере, ее объему и обратно пропорционально коэффициенту уплотнения теста при сжатии его до рабочего давления П1. Уравнение, которое вы сейчас видите на экране, используется для расчета рационального объема рабочей камеры. Но при расчете необходимо иметь экспериментальные данные по уравнению состояния теста и расчету максимальной погрешности массы заготовок при принятых в конструкции колебаниях давления в рабочей камере. Известно, что с повышением рабочего давления при одинаковых колебаниях его величина погрешности массы заготовки уменьшается. Однако величина давления ограничена отрицательным влиянием давления на свойства теста. И уравнение состояния теста, и максимальную погрешность массы заготовок мы рассмотрим далее в этом видео после того, как закончим энергетический анализ. Работа, расходуемая на преодоление сопротивления при перемещении теста в рабочей камере А2, формула представлена на экране. Также на экране представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. Для делителей с поршневым нагнетателем и прямоугольной рабочей камерой уравнение будет такое, как вы видите на экране. А для делителей с лопастным нагнетателем уравнение будет другое, и вы его сейчас видите на экране. Работа А3, расходуемая на стабилизацию давления для делителей с поршневым нагнетателем, определяется по уравнению, представленному на экране. Для делителей с лопастным нагнетателем уравнение отличается, и вы его сейчас видите на экране. Работа А4, расходуемая на привод делительной головки, для поворотной делительной головки, может быть приближенно определена по формуле, представленной на экране. Обозначения, входящие в формулу, вы видите на экране. При этом в расчет принимается случай максимальной нагрузки, когда максимальная часть цилиндрической поверхности головки соприкасается с тестом. При этом момент от внешних нагрузок, приведенный к оси кривошипа, рассчитывается по формуле, представленной на экране. У теста делителей, не имеющих делительной головки, А4 учитывает работу, расходуемую на привод механизма отсекания. Ее можно принимать без расчета. В этом случае А4 принимают в размере от 5 до 7% от работы А1. Работа А5, расходуемая на возврат тесто из рабочей камеры в приемную воронку, рассчитывается в зависимости от того, совершается этот процесс под большим рабочим или малым давлением. Если П больше или равно 0,2 от П1, то для прямоугольного нагнетателя расчет можно проводить по одной из двух формул, представленных на экране. Из нижней формулы следует, что работа, расходуемая на возврат тесто, пропорциональна коэффициенту возврата, а объему рабочей камеры и давлению П, при котором происходит возврат теста. Если возврат тесто происходит при сравнительно низком давлении, П меньше или равно 0,1 от П1, то А5 можно рассчитать как работу, расходуемую на преодоление сопротивления сдвигу теста по поверхности перемещения. Работа А6, расходуемая на перемещение нагнетателя в рабочей камере делителя, для теста делителей с поршневым нагнетателем определяется как положительная работа, расходуемая на двукратное перемещение поршня на величину полного хода нагнетателя L1. При этом полагают, что зазор между поршнем и камерой заполнен тестом, и пренебрегают силами инерции поршня ввиду сравнительно малой скорости его перемещения. Для лопастного нагнетателя формула будет другой. Она представлена на экране. Работа А7 расходуется на привод транспортера, принимающего тестовые заготовки, и мукопосыпателя. Ее расчет является достаточно сложным, однако во всех тестоделителях ее значение почти одинаково. Упрощенно ее можно рассчитать, исходя из того, что мощность, потребная для этих целей N7, составляет от 80 до 150 Вт. И, зная длительность цикла, можно определить эту работу. Для сопоставления затрат энергии тестоделителя с различными мерными объемами введем показатель удельной работы АY в джоуль на килограмм, показывающий расход энергии на отделение одного килограмма тестовых заготовок. Формулу вы сейчас видите на экране. В соответствии с циклограммой, затраты энергии на отдельные операции осуществляются не непрерывно, а циклически в течение определенного времени Тау и Тае. Поэтому суммарную мощность на привод делителя нельзя получить путем деления суммарной работы на время цикла. Для этой цели сначала следует построить графики мощности отдельных операций, учитывая фактическую длительность нагрузок и коэффициент полезного действия передач. Мощность каждой отдельной операции N и Тае определяется по уравнению, которое вы видите на экране. При кривоошипно-шатунном приводе головки перемещаются с переменной скоростью, изменяющейся по синусоиде. В этом случае среднее значение потребной мощности можно определить по формуле, которую вы видите на экране. Для нахождения суммарной мощности приводят полученные значения мощности отдельных операций с учетом циклограммы и строят цикловую диаграмму мощности, по которой определяют эффективную или среднеквадратичную мощность. По последней подбирают электродвигатель и редуктор. Кроме того, результаты расчетов используют для сравнительной энергетической оценки отдельных систем тестоделительной машины и анализа эффективности работы машины в целом. В этой части видео мы упомянули циклограммы. Я рекомендую вам ознакомиться с видео, посвященному конструированию циклограмм кинематических схем. Это видео есть на канале, а ссылку на него я оставлю в описании. Оно устанавливает функциональную связь между удельным объемом и давлением, которое приложено к тесту, находящемуся в замкнутом объеме при постоянной температуре. Оно нужно для расчета процесса сжатия теста в рабочей камере тестоделителя. Получить уравнение состояния теста аналитическим путем, как это делают в термодинамике для газовых смесей, не представляется возможным. Поскольку поступающие в тесто делительную машину, тесто имеет не однофазную, а многофазную композицию, состоящую из твердых структурированных частиц муки, жидкой подкисленной влаги и газовой среды, содержащей углекислоту, этиловый спирт, воздух, летучие кислоты и другое. В процессе брожения непрерывно изменяются свойства теста, соотношение фаз и их состав. При расчете тестоделительной машины и анализа ее рабочих процессов, нас интересуют свойства выброженного теста, идущего на разделку и подвергшегося механическому воздействию, которому подвергается тесто в производственных условиях, при прохождении через тесто спуск, шиберные заслонки и бункер, в результате чего тесто теряет значительную часть газов, накопленных при брожении. Плотность хлебного теста, по данным Коваленко и Ройтера, после замеса составляет от 1,1 до 1,18 кг на кубический дециметр. В конце брожения в родильном агрегате 0,82 кг на кубический дециметр. Изменение плотности происходит за счет изменения количества газов в тесте на различных этапах технологического процесса. Обращает на себя внимание тот факт, что сброженное тесто после любой механической обработки, деления, округления, закатки имеет примерно постоянную плотность, которая значительно ниже плотности свежезамешанного теста. Отсюда следует вывод о том, что разрыхление теста до разделки нужно не для увеличения объема теста, а для накопления вкусовых и ароматических веществ. На получение хорошо разрыхленного конечного продукта хлеба в основном влияет накопление газовой среды по окончании механического воздействия на тесто, то есть разделки и формовки. Анализируя приведенные данные, можно отметить, что разрыхленное тесто после любой механической обработки способно легко терять определенную часть газовой среды и достаточно прочно удерживать остальную ее часть. Это явление можно объяснить тем, что газы, заключенные в макрокапиллярах, при обминке легко удаляются из теста, а газы, заключенные в микрокапиллярах и межмолекулярных пространствах мицел, удерживаются более прочно адсорбционными связями и микрокапиллярной структурой, и поэтому остаются в тесте при такой механической обработке, как разделка и формовка. При сжатии теста в замкнутом объеме проявляется свойство упругости его в основном вследствие содержания газовой фазы и частично благодаря упругости белкового скелета. По мере повышения давления при сжатии происходит частичное поглощение и растворение микровключений газов, то есть уменьшение газовой фазы, которая в основном определяет сжимаемость теста при повышении давления. По этой причине при повышении давления свыше 5 на 10 в пятый паскаль сжимаемость теста резко снижается и оно проявляет себя как твёрдое тело. Первые опыты по изучению зависимости плотности выброженного теста от давления были выполнены в 39-40 годах 20 века. Изучение изменений свойств теста в зависимости от влажности и давления было проведено топориным в 50-51 годах 20 века. Им было установлено, что предварительная механическая обработка сжатием теста до 0,5 на 10 в пятый паскаль способствует повышению плотности теста после делителя. А при сжатии до 1,3 на 10 в пятый паскаль воздействие предварительного сжатия незначительно. Базируясь на экспериментальных данных, Топорнин пришёл к заключению, что достижение постоянной плотности и снижение погрешности делителей теста в мерном объёме необходимо сжимать до 0,2 мега паскаль. Эти выводы, как и кривые плотности теста, были приняты в качестве опорных. Однако дальнейшие исследования пошатнули эти выкладки. К обсуждению этих исследований мы сейчас и переходим. В 1966-68 годах Золотовым были опубликованы работы, связанные с изучением влияния давления на свойства теста и работу теста делительных машин. Им была создана установка для изучения распределения теста по длине цилиндрического канала. Установка представляла собой цилиндрическую камеру сжатия. Диаметром 6 см и длиной около 48 см. В трёх точках на выходе камеры сжатия и в её торце были установлены индукционные датчики давления. В цилиндр загружали тесто и сжимали с помощью гидравлического пресса. О давлении теста в начале камеры сжатия судили по показаниям манометра, установленного в гидросистеме пресса. Нагружали систему постепенно с выдержкой в 2 минуты через каждые 0,05 мегапаскаль. В этих опытах наблюдалось замедленное нарастание давления по длине камеры при повышении и снятии нагрузок в гидропрессе. Давление в замкнутой системе на боковые стенки и дно цилиндра различалось на значительную величину. 0,27 и 0,4 мегапаскаль. И только после двухминутной выдержки под нагрузкой происходило некоторое выравнивание давлений. Разница в показаниях давления в гидросистеме и на ближайшей точке тестового цилиндра также была значительной. Выше приведенные данные говорят о том, что тесто обладает неравномерным передачей давления по оси и по радиусу. Радиальное давление отличается от осевого и требуется время, которое называется временем релаксации для того, чтобы выровнять эти давления. Как выше уже было сказано, для исследованного образца теста это время релаксации составляло около двух минут. В конце 60-х годов прошлого века такая наука, как реология пищевых продуктов была еще сравнительно молодой. И еще не были изобретены точные приборы для измерения реологических, физико-механических свойств пищевого сырья и полуфабрикатов. Однако в нулевых годах и десятых годах 21 века были проведены крупномасштабные исследования в Орловском государственном техническом университете. Тесто с различным содержанием муки разных сортов и добавок растительного происхождения. И были построены кривые течения, которые позволили установить, что в зависимости от рецептуры теста, тесто может проявлять как упруго-вязко-пластичные свойства, так и пластично-вязко-упругие. Кривые течения, построенные в полных логарифмических координатах, будут иметь разнонаправленную кривизну. При этом для упругой вязко-пластичного теста, изгиб кривой течения, построенных в полных логарифмических координатах на малых скоростях сдвига, будет направлен к оси касательных напряжений. А изгиб кривой течения, построенных для больших скоростей сдвига, будет направлен к оси скоростей сдвига. Для упругой вязко-пластичных масс. А если у нас пластично-вязки, вязко-упругие массы, то картина будет противоположной. Изгиб кривой течения на малых скоростях сдвига будет направлен к оси скоростей сдвига, а при больших скоростях сдвига к оси напряжений. При этом точка, в которой упругие и пластические свойства уравновешиваются, называется точкой перегиба. И для проведения анализа кривых течений и как следствие реологических свойств теста и других пластичных пищевых масс, мы будем проводить касательную к точке перегиба. После чего определяем реологическое уравнение состояния и его параметры, предельное напряжение сдвига, коэффициент консистенции, индекс течения. И после этого мы получаем окончательную физическую модель той пластической массы, которую мы исследовали. Однако вернемся к тесту и к той установке, которую мы описывали ранее. На той установке применялись самодельно-индуктивные датчики давления, и они отличались со сравнительно невысокой точностью и значительным разбросом показаний. На основании этих экспериментальных данных автор пришел к выводу, что в тестовых камерах при сжатии теста наблюдается существенное падение давления по долине камеры. И поэтому давление в камере сжатия должно быть больше, чем в мерной камере. Однако конкретных зависимостей в этой работе не представлено. Напомню, что работа проводилась золотовым. Следует отметить, что в экспериментальной установке цилиндр был относительно небольшого диаметра, в 6 см. Игнатенко разработал устройство для нахождения стационарной функциональной зависимости между давлением и объемом теста на различных этапах брожения. Устройство состоит из станины 1, цилиндрической камеры сжатия 2, поршни 4, штанги 5, с грузовой площадкой 6, съемных грузов 7 и измерителя хода поршня индикаторного типа 8. Опыты проводились на тесте для сушек. В камеру помещали кусок теста 3, закрывали ее поршнем, нагружали грузом и фиксировали положение поршня индикатором. А по показаниям которого вычисляли объем теста в камере сжатия. Максимальное давление в опытах составляло 0,1 мегапаскаль. По полученным данным были построены зависимости P как функция от объема и логарифм P от функции как объема на различных стадиях брожения теста. Параллельно определяли содержание газовой фазы путем сжатия теста до 12 мегапаскаль. Объем газовой фазы вычисляли по разности начального и конечного объема теста. Полученные эмпирические зависимости типа PV в степени N равно константа представлены в виде уравнения, которое вы сейчас видите на экране. К сожалению в этой работе не приведены данные по плотности и температуре теста, что делает невозможным сравнение этих данных с данными других исследований. И применение этих данных для расчетов тестоделителей. Позднее Мачихин обработал опытные данные по объемному сжатию пшеничного и ржаного теста и представил их в виде уравнения, которое вы видите на слайде. При этом ΔВ это приращение объема, В нулевой начальный объем, П давление и К штрих это кажущийся объемный модуль сжатия. Экспериментальные данные были представлены в виде зависимости К штрих от П, для П большего 0,2 на 10 в пятый паскаль. Кривая постепенно переходит в прямую линию и автор приходит к заключению, что для расчетов следует применять только прямо линейный участок зависимости. Для пшеничного и ржаного теста эти зависимости описываются уравнениями, которые вы видите на экране. На основании этих уравнений рекомендуется по К штрих определять коэффициент сжимаемости, который равен 1 деленное на К штрих. Он необходим для учета сжимаемости теста в рабочей камере. Как следует из приведенного краткого анализа работ, изучению поведения теста при сжатии его в закрытом объеме посвящено много исследований. Однако, все они проводились на различных установках и по различным методикам. За это время, пока эти исследования проводились, изменились и технологические приемы, и оборудование. И было принято решение о переходе на суперинтенсивный замес теста, сокращение периода брожения, добавление ферментных и поверхностно-активных препаратов. С учетом изложенного выше, были проведены опыты по экспериментальному определению кривых состояний основных сортов хлебного теста на стадии разделки. Все опыты проводились на тесте с заводского приготовления с помощью специальной установки. Установка состоит из стального цилиндра 4 и такого же Поршки 5, со шлифованными рабочими поверхностями, подогнанными по скользящей посадке 2 класса. В нижней части камеры имеется штуцер 1 с винтовым клапаном для выпуска воздуха, попавшего в камеру с тестом при закрытии камеры. Штуцер 2 снабжен масляным разделителем. Он служит для подключения манометра 3, измеряющего давление в камере сжатия. Тесто сжимается с помощью микрометрического винта 6, которым одновременно производится измерение высоты камеры сжатия. Несмотря на свою простоту, настоящая установка существенно отличается от известных тем, что благодаря наличию клапана в ней не остается и не сжимается вместе с тестом воздух, который искажает кинетику сжатия. Существенным является и то, что давление теста в камере измеряется прямым методом непосредственно в камере сжатия, а не по нагрузке на поршень, как это делалось в ряде предыдущих работ. Перед началом опыта стенки камеры и поршня смазывались очень тонким слоем маргарина. Затем в цилиндр помещали 150 грамм теста, предварительно взвешенного на лабораторных весах с точностью до полуграмма. Камеру закрывали поршнем и слегка подпрессовывали при открытом воздушном клапане. До появления в нем теста. После чего клапан закрывали и производили сжатие до нужного давления. По показателям массы теста, объема и давления построены кривые состояния теста при различных давлениях. Чем больше отклонения соответствующих кривых, тем более интенсивному механическому воздействию подвергается тесто в делителе. И тем в большей степени происходит изменение структуры теста. Кривая 2 относится к тестоделителю А2ХТН. Ее расхождение с кривой 1 свидетельствует о чрезмерно интенсивной проработке теста в этом тестоделителе. Кривая 3 относится к тесту из пшеничной муки 2-го сорта. Кривые 4 и 5 относятся к ржанопшеничному тесту, приготовленному по рецептуре хлеба украинского нового. После проработки теста в делителе его плотность повышается, а сжимаемость падает. Для математического описания функциональной зависимости теста ряд авторов представляют уравнение состояния в виде ПВ равно константа или ПВ в степени Н равно константа. Принципиально такая запись уравнения состояния справедлива только для идеального газа. А для реальной сложной многокомпонентной системы она не подходит, поскольку газ занимает в ней только небольшую часть объема 15-20% и находится в тесте в виде микро- и макро-пузырьков, рассосредоточенных в капиллярной системе теста, а также в межмолекулярных пространствах. Математическая обработка экспериментального материала позволила получить уравнение состояния при Т равно константа для основных сортов хлебного теста. Для теста из пшеничной муки первого сорта при влажности 43 плюс-минус 0,2% уравнение представлено на экране. Для теста из пшеничной муки второго сорта при влажности 46 плюс-минус 0,2% уравнение представлено на экране. Для теста из рожанно-пшеничной муки, приготовленного по рецептуре хлеба украинского нового при влажности теста 46,5 плюс-минус 0,2% уравнение представлено на экране. В уравнении, которое демонстрировалось ранее, в это удельный объем теста, ро-абсолютное давление паскаль. Максимальная погрешность расчетов по ним не превышает 1,5% и плюс 2,8%. В этом видео мы рассмотрели основы теории теста делительных машин. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик и все уведомления на колокольчике, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok